Приветствую, друзья! Вот что это такое? Это, когда я делаю вдох, тут возникает нагрев на золобиальной области. Это придумал Лихтенштейн, который был у нас в медицинском институте, когда я учился, заведующий кафедрой неврологии. Потрясающая вещь, но у него тогда было проще. Там была констатановая проволочка намотана и датчик дыхания здесь стоял. Как только делал вдох, начало вдоха, тут же возникал нагрев. Как только ты делал выдох, тут же остывало. И вот эта синхронизация между вдохом и выдохом тут же вызывала расслабление. Этот аппарат Лихтенштейна, я на него ссылался в электронной промышленности в журналах своих, когда работал в электронной промышленности, обучал в комнате психологической разгрузки людей снимать стресс на своих рабочих местах, чтобы они могли делать подобные эффекты, получать без прибора. Об этом я писал и о ключевом дыхании, одноминутном. Когда вы делаете вдох, наблюдаете, вдох теплее у вас или выдох. И само наблюдение за этим снимает стресс. Аппарат был великолепный. Но потом, как бывает в истории, забыли, кто он его создал. И потом, значит, сделали вместо синхронизации вдоха с теплом, они сделали прибор, который продавали. И этот прибор, там, тут можно было устанавливать частот. А дело-то было именно в синхронизации. Поэтому ключевое дыхание у нас – одна минута, думая о чём думается, и в этот момент просто наблюдай параллельно, вдох у тебя теплее или выдох. И это оказалось потрясающим эффективным средством. За одну минуту можно снять любой стресс. Аппарат тоже был прекрасный. Он применял и для рожейниц, он применялся и для различных неврологических клиник, и так далее, и так далее. А теперь ключевое дыхание без всякого аппарата. Ну вот посмотрите, вот эта динамика. Когда мы берём и даём бесплатно то, что раньше требовало прибора, и то, что эти приборы стоили денег, а сейчас получается, что мы на своём канале делаем более современное. 21 век требует, чтобы люди могли быстро у себя снимать стресс, выходить на состояние нуля. И вместо этих синхронизаций, которые делали с помощью тепла, сейчас подбираются действия синхронной текущему состоянию в моменте, чтобы выйти на ноль, решая какую-то проблему, подключаешься к вечности, к бесконечности. И в этом ритме любую проблему легче решаешь, которая тебя волнует. Ну что делать? Жизнь такая. Жизнь такая, что забывают имена. И Лихтенштейна давно забыли. А вот вы знаете, когда я работал в электронной промышленности, в комнате психоразгрузки, психологической разгрузки, теперь я создал сегодня современную психологическую разгрузку, где закрываете дверь, чтобы вас никто не видел и не слышал, и выговариваетесь. Об этом мы будем говорить сегодня ещё в одном ролике, где опять же приглашаю на встречу с нашим Романом Газенко, с психолингвистом, который как раз-таки о слове говорит, раскрывает корни слов. И это очень важно и интересно, потому что это помогает большему числу людей, когда происходит синхронизация не только действиями и состоянием, но ещё и на уровне вербализации. Но он расскажет, как это делается. Таким образом, от приборов, к моделированию этих приборов, без самих приборов. Это очень важно, потому что сегодня у людей мало времени, и может быть не у всех достаточно возможности купить прибор. А тут берёшь раз и получаешь. Да, и без всякого прибора. Ну, кому нравятся приборы, покупайте. До встречи.